добрый день с вами федор хорошего всем утро ну сейчас утро а именно на данный момент у нас сколько 8 16 утра и я отправляюсь на восхождение вот за моей спиной уже каска обвязка и сегодня необычный такой у нас восходительский денек потому что я попытаюсь совершить свое второе восхождение повторить свой свое восхождение на гору шнефер наркоп которая находится в районе сухшпица самой высокой германии собственно говоря имеет высоту 2875 метров кажется кто-то даже считает второй полости вершины германии не знаю каждому решать но суть в том что я уже был на этой горе в прошлом году и в этом я хочу попробовать на него зайти опять буду идти по классическому маршруту классический ли он но он самый простой через цук шпицплат до шнефер наршарте и от шнефер наршарте по гребню на сам шнефер наркоп маршрут вообще простой с ним может справиться практически каждый поэтому я думаю что мне по силу его пройти но тем более что в прошлом году я уже был на этой горе кстати он там вот это как раз цук шпица и мы туда сейчас отправимся дополнительный план если я достаточно быстро подымусь на шнефер наркоп а попытаться взойти еще на другую вершину под названием цук шпицек это совсем вершина и вас так кажется 2 815 и это судя из названия такой угол цук шпица находится он прям на границе с австрией и этот маршрут довольно таки экстремальный и не знаю насколько у меня получится его против но всякий случай у меня есть полный комплект экипировки страховка каска обвязка виофератный сет альпинистские ботинки и скальники я даже взял только магнезию не взял но это в принципе я такой себе думаю что мне хватит этого чтобы взойти и на цук шпицек короче ждем поезд чтобы начать подъем потому что сначала едем до айбзе а потом с айбзе поднимаемся на канатке ну можно конечно в туннеле ехать целый там час или полчаса не точно не помню на канатке 10 минут где-то наверху но нам еще повезло у нас поезд думали в 10 15 но в 9 50 придет но он не будет остановки в грейнау который обычно есть а мы сразу поедем на ипс ну так и даже лучше потому что чтобы успеть все с сомневаюсь что я успею подняться и наш на фарнаркоп посмотрим короче мы приехали на айбзе вот и а собственно канатка канатная дорога подъезжает уже собственно кабинка он и будем подыматься вертолет какой-то летает и все в принципе вот примерно такое вот вас ожидает в кабине подъемника вот сейчас мы будем подыматься уже наверх так мой поход объявляется открытым позади меня он то вот вон там это тук шпицы а мне вот сюда вот шнепернеркоп по классическому маршруту который проходит примерно вот так вот и туда вот наверх на вот этого самую маковку маршрут начинается от примерно оттуда от шнепернер шарты проходит через завод будку потому скальному бастиону наверх и он там от вершина ну и вторые мои планы это подняться может быть на цукшпиц-эк который находится вон там вот это вот вершинка это вот цукшпиц-эк вот так вот ледник северный шнепернер на леднике хорошее состояние еще снег есть но там дальше лед и вон там вот лед в прошлом году спускались был полностью лед и было рискованно очень обвалится но в этом году смотрите везде где голубой то уже лед с каждым годом этот ледник уменьшается я розовый снег действительно уникальное зрелище и вот такие вот снежные поля на самом деле но вот отсюда они просто огромные если у меня были кошки можно было бы аж до ту его добраться но их нет а вот она мощная франкопф и вон туда вот не подыматься там вот какие-то знаки поставили но вроде я надеюсь что путь открыт дали мне путь по леднику не знаю какой путь выбрать принципе можно пройти вот так вот а можно вот так как вот идет человек в желтом но не знаю мне кажется лучше обойти по снегу чем по льду хотя сейчас посмотрим вот так вот тает ледники где-то тут в прошлый раз была трещина но видимо ее засыпало снегом либо она была выше не знаю но в принципе по льду идти достаточно комфортно так что можно ледник пройден теперь выходим на осыпь дальше на скалы там вот какая-то хрень и так друзья вся мощь альп полтора километра обрыва идущий в австрию а мне нужно лезть вон туда ну либо можно повернуть это место называется шнефер на шарте это место называется шнефер на шарте такой привал вот это узнается лейферата второй кусочек такой где-то ну может сэ ну дальше начинается буквально пешеходная тропа смотря на то как выглядит конечно устрашающе такой вот бухлавый пик но на самом деле ничего сложного тут нет просто в некоторых местах под тобой километровая пропасть у меня кстати идет дядька вон он какой маленький на хребте пыля вот какой идет но он срезал я начинаю с самого начала собственно полезно ну и интересно то что тут растут цветочки вау неплохо а вот тут у нас место под названием Виндлох о да туда вот вылететь очень не хотелось бы да но видимо один уже улетел а вот реальная табличка конечно хочется подняться немного подскала лазить подняться вот так ну может быть на обратном пути но тут и сейчас немного стремно снизу те два человека которые спускались я их уже не вижу но дядька продолжает идти и он уже достаточно высоко он меня поединяет несмотря на то что я его увидел изначально и вот тут вот начинаются лестницы и идут наверх а вот кстати будка охранника нет на самом деле будка управляющего канаткой тут какой-то мостик и дальше наверх ну собственно поднимаюсь вот такая вот там новая вещь а ну осталось немного в общем то добрая половина пути пройдена вон там вот шнепер над шарте и вот еще одна ключевая точка маршрута ну выглядит достаточно легко всего лишь то лестница высотой метр два и дальше опять в принципе вот и все пока что я достаточно хорошо успеваю ой б** чуть чуть камнепад не устроил достаточно прохладно на вершине но это не вершина вершина вон там а тут всего лишь то установлен крест почему то не знаю зачем как так получилось но видимо так надо и так собственно сейчас я нахожусь возле креста который находится почему то не на главной вершине а на пред вершине так сказать так как тут бревно приступаем и вот тут вот просто жесть тут вот просто нереальный обрыв вниз ахереть в культуре не знаю короче как делать нет тут нет 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 и так начался спуск уже спустился сейчас до части где начинается венферата и даже достаточно прошло вот тут дальше спуск ну спуск по путем подъема несложный сейчас пойдем на волны пройти скальный бастион и дальше уже все подъемники закрываются в 17 поэтому можно попробовать на подъемник достаточно сильный ветер метет и есть проблема и она прямо передо мной метет дует прямо в мою сторону и вот это облако скорее всего оно может все испортить если оно зацепится то может быть очень плохо видимость будет очень очень поэтому не знаю насколько уместно будет на может быть пытался подняться но я попробую к минимуму до первой до матчки дойти я должен до тех пор как оно придет хотя я не знаю скорее всего оно уйдет туда а дальше по ущелью но не знаю либо оно пройдет выше что будет как раз хорошо и так солнце будет жарить ну все ну и ветер подымается ветер усиливается точно только что спускающиеся там чуваки устроили камнепад вот капец опасно камнепады тут есть и все возможно кстати вот облако непонятно где так ну и позади уже все весь спуск и вот так вот дальше туда и вон уже перевал и так по сути завершился мой поход на на шнефернеркоп вот туда вот но это еще не конец на данный момент 13.19 и у меня еще есть целых 4 часа до последнего последней кабинки канатной дороги чтобы подняться на цукшпиц-эк конечно на цукшпиц-эк маршрут достаточно плохой гораздо хуже чем на шнефернеркоп но я думаю что вполне себе его возможно пройти это вон туда вот идти вот и хотя бы начало начало здесь достаточно хорошо провешено рефератой такой себе ну да и ну а дальше тросы заканчиваются не знаю как там дальше особенно меня напрягает место в середине там где находится трещина и там нет никакой страховки и там нужно будет по скалолазить но для этого я взял скальники думаю что моих навыков должно хватить посмотрим на вершину конечно будет стремновато соваться но она недалеко кажется что достаточно близко но посмотрим что будет дальше а пока что у меня вот такой вот обед все сейчас пообедаю и пойду начал путь оттуда вот пока что страховка идет достаточно хорошо пробита вот трос тут вот трос сзади тоже было достаточно легко но дальше каких-то намеков на что-то какую-то адекватную виферату я не вижу но посмотрим так ну и вот собственно идем и вот такая вот тут уже штука так и туда вот обрыв шел я вон оттуда так ну пришлось немного вон там вот по скалу лазить и вон там вот был гребень жесткий но до первой башни отошел в принципе от нее уже тянется тросы до следующей но вот это вот место меня больше всего напрягает поэтому скорее всего не светит мне сегодня подняться на цук шпиц эгг да и вообще одному достаточно стримновато в общем вот тут вот есть обход по осыпи и дальше идет трос но дальше мне кажется залезть мне не светит хотя не знаю посмотрим скалы хоть и выглядят жесткими но они настолько сложные я видел посложнее так в общем явно этот маршрут не для меня тут нет страховки скалолазания но я не сдаюсь попытаюсь долезть до вон того вот не знаю как это назвать до конца гребня но на цук шпиц эггг уже мне не светит попасть потому что такая вот спуха из камней если сыпется тут тропинка тоже такая не очень но в принципе пойдет не так страшно но конечно не такие тут обрывы но приятное скалолазание но все таки не для меня это и так несмотря на то что все шло вроде хорошо скалолазание очень приятное даже с моими не очень скалолазными навыками очень круто я в полном восторге до вершины естественно не дошел дело не в том что это как-то сложно просто дело в напарнике если бы кто-то был то мог бы подстраховать как-то было бы гораздо лучше вышел на гребень гребень очень острый но в принципе пройти его возможно там хорошая трещина и щели для страховки я не понимаю почему этот маршрут не оборотывали виа фиратой просто прекрасный маршрут даже скалолазный но в принципе лазить здесь одно удовольствие я ходить до вершины и не до лес но тем не менее мне очень бы вы понимали это гребень по которому надо пройти абсолютно без страховки и вот это вот вниз вот такая хрень да спускался долго конечно что-то но мне еще понравилось и так я уже спустился шнепер на шарте тут и что я могу сказать спускался достаточно долго потому что наслаждался природой снимал но действительно это было классно я думал что если я не залезу на я буду разочарован расстроен но все казалось таки наоборот мне понравилось очень рекомендую скалолазание во просто анриел белисимо вот так вот можно и туда уехать будет неприятно я спустился и последняя моя цель там вон это машина сукшпица в общем что идем теперь к канатке там и будем подниматься наверх опять так последнее испытание на вершину подняться тут уже все легко по сравнению с тем что было вот тут предупреждение что вы покидаете зону канатки и все дальше на вас страх и риск но я готов брать на себя риски так что вниз наполовину поднялись вершина уже очень близко вот там вот поднимаются ребята вершиня крест а там вот ну тут я стою весьма небезопасно постараюсь наблюдать вот вот собственно так вот заканчивается мой поход какая-то пробка нереальная конечно без людей там тоже пока поднялся за полчаса в общем короче буду спускаться думаю потому что потому что уже нужно уезжать уже 15-21 уже 2 часа можно было бы но все уже хватит чуваки поднимаются чувак даже следорубом и тут вот такая красота ренталь а я спускаюсь вот такой вот тут пол прозрачный в общем то да не так уж и страшно но в принципе пойдет в принципе и так пришло время подводить итоги я уже вернулся что могу сказать я доволен в принципе восхождением несмотря на то что не все что я планировал я смог сегодня залезть но тем не менее все достаточно круто прошло даже прекрасно прошло что можно сказать по в принципе возхождением шнефернер копс идеальный вариант если хотите поднялись на сушпицы и хотите куда-то сходить такая вот немножечко экстремальная горка возможно в начале если вы хотите прямо с самого начала с шнефернер шарте то нужен веофератный сет если вы идете другим путем там вообще специально снаряжение не требуется самый простой вариант вот восхождение на цукшпиц эк это уже достаточно такое экспертное восхождение может показаться что сначала там даже проще но к сожалению при восхождении на цукшпиц эк я не так уж много снимал просто не было особо времени и надо было больше средоточенности чтобы не куда-то там не провалиться потому что страховки на цукшпиц эк нет я не знаю с чем это связано но чем дальше вы идете тем меньше анкеров становится веоферата за который крепится трос для веоферата плюс я нашел старые анкера еще такие наверное древние такие мощные надежные но трос от них валялся где-то примерно в ста метрах ниже я его там видел возможно там раньше была веоферата но по каким-то неизвестным мне причинам ее разобрали либо кто-то разобрал веоферата которая сейчас туда идет это чисто служебная ну и скалолазание там не сказать что слишком сложное физически но без хороших точек страховки в принципе может быть достаточно страшно то есть фактически можно пролезть но я не стал рисковать ну и плюс я точно не знал какой путь мне выбрать достаточно не очевиден то есть какой-то путь кажется проще какой-то кажется легче а на самом деле все оказывается вообще не так но на то это альпинизм следующее что могу сказать могу сказать что на шнефернаркопфе просто офигеннейший вид на шнефернаркопфе уже можно увидеть Эрвальд город австрийский но я не знаю насколько это для кого-то важно но мне вот например прикольно ну и обзор на австрийские альпы тоже там очень хороший на цук шпицейке уже так не такой обзор но на нем насколько я знаю можно увидеть весь подъем через штопор на цук шпице с австрийской стороны и вот этот зуб скальный который я забыл как называется простите меня в общем то и все ну могу сказать что в принципе всем рекомендую такой трип провернуть если вы начинающий если вы уже более такой прошаренный чувачок то рекомендую всем в общем